приветствую друзья итак мы с вами продолжаем в предыдущем уроке мы с вами перенесли шаблон в структуру нашего фреймворка ну и в этом уроке мы немножко еще поработаем с контроллерами и с видами частности мы создадим свой контроллер а не будем использовать дефолт и пока что фактически мы с вами используем контроллер сайт и его экшен индекс который используется для показа главной страничке ну и пришлось нам даже в в views сайт индекс поставить контент нашей страницы чтобы у нас все показывалось хорошо давайте мы это эту ситуацию изменим и так создадим контроллер который будет отвечать за показ главной страницы данный контроллер наверное было бы логичнее назвать main контроллер либо home контроллер но я чтобы было может быть немножко вам понятнее не так сильно вас запутывать назову его пост контроллер почему потому что у нас на главной странице основным контентом являются посты вот эти вот записи соответственно будем получать их из таблицы из базы данных из таблицы пост ну и чтобы понимать что мы получаем посты что мы работаем с постами у нас будет контроллер называться именно пост контроллер хотя это не принципиально в общем то итак создаем печки класс который называем пост контроллер и при этом помним правило именования каждое слово с большой буквы название контроллера идет первым словом дальше идет пост фикс контроллер пост контроллер а здесь уже поставилась поставилась пространство имен об контроллер если вы используете другой идея и у вас так не произошло либо вы используете какой-нибудь другой редактор то не забудьте это сделать то есть здесь должен быть namespace об контроллер это важно иначе работать не будет мы вспоминаем что все контроллеры нашего приложения должны наследовать и веб контроллер не перепутать и здесь есть другие контроллеры классы и base и rest и и консул нас интересует именно и в ну и создадим сразу action то есть действие которое будет отвечать за показ главной страницы у нас это будет action index я думаю вы уже обратили внимание на то что вот здесь вот мы ничего не указываем но можем указать здесь например и сайт здесь р пока что вот так вот р равняется сайт вот и у нас показывать все та же главная страничка также я могу здесь через слэш написать индекс и получит тот же самый результат значит когда у нас дело в том что у нас по умолчанию используется именно контроллер вот такой вот маршрут сайт индекс который отвечает за показ главной страницы сейчас мы переопределим но просто вот небольшой нюанс когда мы не указываем индекс то у нас по умолчанию если мы не указали 10 action по умолчанию будет подставлен индекс поэтому вот такой вариант поставить сюда action index то есть индекс это некое действие по умолчанию а если не запрошено другое тогда будет искаться именно такой вот action хорошо ну и здесь нас интересует подключение вида используем метод render и вид который нам нужен это собственно вид индекс еще раз напоминаю не нужно здесь писать вручную view двоеточие то служебный просто название параметра как подсказка да на самом деле его здесь нет значит для работы для подключения вида нашего контроллера контроля называется пост соответственно в папке views нам необходимо создать папку с названием нашего контроллера в нижнем регистре пост ну и по названию экшена индекс мы создаем нужный вид индекс печки здесь я выведу просто путь к файлу виде константы файл который точнее мне вернет константа файл и я хочу увидеть здесь именно подключение именно работу с контроллером сайт и экшеном индекс при обращении главной странице нашего приложения нашего сайта а для этого я должен преопределить дефолтный маршрут здесь мы опять таки обращаемся к конфигурационному файлу web и используем еще одну настройку которая называется дефолт рут и здесь мы просто указываем нас дефолтный маршрута то есть название нашего контроллера в нашем случае это будет пост контроллер и экшена в нашем случае это индекс вот это вот дефолтный маршрут для главной страницы нашего приложения когда мы не указываем вот здесь вот никакого маршрута через get параметр r равно там и указываем там допустим сайт и баут пост индекс то когда этого нет то по умолчанию дефолтным маршрутом у нас будет читаться пост индекс который будет соответствовать контроллеру пост и его экшену его действию индекс а теперь если мы обновим нашу страничку то увидим подключение вида в котором с помощью константы файл печки константы файл у нас выводится вид точнее путь к данному виду views пост индекс окей здесь я полностью скопирую содержимое сайт индекс вида и вставлю его в пост индекс обновляем ну и вот мы видим что у нас все вернулось на круги своя мы видим ту же самую картинку но при этом у нас работает уже не сайт контроллер а пост контроллер ну и вид данного контроллера хорошо движемся дальше следующее что нам нужно сделать это пожалуй уже приступать к выводу данных и для этого нам потребуется работа с базой данных и как вы помните из краткого знакомства с паттерном mvc за работу с данными отвечает модель соответственно мы должны создать модель как ее именовать все модели находятся папке models здесь есть по умолчанию три модели это контакт форм логин форм и юзер модели могут работать собственно с формами то есть принимать данные с формы валидировать формы ну или может могут работать с данными в базе да то есть данном случае вот модель юзер но она работает не с базой она работает с данными которые здесь зашиты в эту модель вот здесь вот данные users вот но как правило конечно же данные будут браться откуда-то из внешнего хранилища то есть из базы данных как именовать модели модели именуются часто по названию таблицы то есть у нас есть в верхнем регистре кстати если у нас есть модель юзер в верхнем регистре то таблица должна называться юзер в нижнем регистре в базе данных это не обязательно но это просто такая вот конвенция это соглашение такое у нас есть таблица давайте я открою базе данных который называется пост вот соответственно модель логично было бы назвать пост давайте так и поступим принято именовать также все в нижнем в единственном числе создаем печки класс называем его по названию таблицы только в верхнем регистре пост и собственно это наша модель к наша модель если мы взглянем на модель юзер то увидим что она наследует базовый класс base object ну и еще она реализует интерфейс identity interface он необходим для аутентификации и авторизации также модель может расширять класс модел но если мы работаем с базой данных тогда чаще всего модель расширяет класс active record поскольку данный класс он предоставляет объектно-ориентированный интерфейс для работы с данными когда мы работаем с active record то каждая запись в таблице в данном случае это будет таблица пост будет являться у нас отдельным объектом вот это вот отдельный объект вот это вот отдельный объект это отдельный объект ну и так далее и у этого объекта есть свойства Этими свойствами являются поля нашей таблицы. ID, категория, ID, title и так далее. Это достаточно удобно, поэтому для работы с базой данных часто наши модели расширяют именно класс ActiveRecord. Давайте мы так и поступим. Это класс EDB ActiveRecord. Если он у вас не импортировался, то импортируйте его с вот таким вот названием. Собственно, этого достаточно. Если мы все оставим как есть, то у нас наша модель будет работать с таблицей POST. Согласно конвенциям, согласно соглашениям, по названию модели будет искаться соответствующая таблица. Однако таблицу мы можем назвать, например, ARTICLE. Досталось нам, допустим, наследство база данных, которая называется таблица ARTICLE, а модель мы хотим назвать POST. Это тоже возможно. И для того, чтобы явно связать модель с таблицей, используется специальный метод, который называется TABLENAME. Собственно, он используется даже в том случае, когда у нас модель называется точно так же, как и таблица в базе данных. Это метод статичный. Называется он TABLENAME. И возвращать он должен название таблицы. Таким образом мы явно связали модель POST с таблицей POST. Если бы этого метода не было, то тоже бы в нашем случае все работало. Хорошо, пока что остановимся. Ну и теперь нам необходимо получать данные. Как вы помните, данные из модели запрашивает контроллер. Давайте попробуем их получить. Значит, мы получаем посты, поэтому логичнее назвать нашу переменную POST, в которой будут храниться посты. Здесь мы дальше должны обратиться к модели. Для работы с ActiveRecord я рекомендую вам познакомиться с соответствующим разделом документации, который находится в разделе работа с базами данных. И называется он ActiveRecord. По сути, когда мы работаем с ActiveRecord, то работа происходит в три этапа. Нам необходимо создать объект запроса, вызвав метод FIND. Далее мы можем настроить. Это уже опциональный шаг. Мы можем настроить объект запроса. Здесь используются такие методы, например, как SELECT, как LIMIT. По сути, если вы работали с MySQL, если вы работали с языком запросов SQL, то эти методы просто-напросто дублируют соответствующие команды языка SQL. То есть SELECT позволяет выбрать какие-то поля конкретные, а не все данные из таблицы. LIMIT позволяет ограничить выборку, ну и так далее. Ну и после того, как мы настроили этот объект, созданный на первом шаге, на последнем шаге мы должны получить, вызвать один из методов получения данных. Часто это метод ALL. Давайте попробуем получить посты. Для этого мы должны обратиться к модели. У нас она называется POST. Проверьте, она должна импортироваться вот здесь. AppModelsPOST. Далее мы используем метод FIND для того, чтобы создать объект запроса. И далее мы можем его настраивать. Но пока что мы обойдемся без этого. Воспользуемся методом ALL для получения данных. Эти данные нам не помешало бы передать в вид. Как это сделать? В документации есть соответствующий пример передачи данных в вид. Давайте я его покажу. Контроллеры. Ну вот таким вот образом. В методе RENDER мы указываем первым параметром название вида. А далее мы указываем в формате массива данные, которые передаем. Эти данные мы получили, например, вот здесь, вот объект Model. И мы передаем его в вид. При этом ключом будет название переменной, которая будет доступна в виде. Например, мы могли бы назвать переменную DATA, к примеру. И обращаться в виде должны тогда будем по названию этой переменной DATA. Вот здесь она названа Model. И значением этого ключа, будущей переменной в виде, будут, собственно, сами передаваемые данные. Ну и дальше через запятую мы можем указать еще один ключ, который будет еще одной переменной в виде. И присвоить ему какое-то значение. То есть мы могли бы сделать вот таким вот образом. Указать здесь, например, наши посты. Posts. И значение указать вот так вот. Дальше передать еще какие-нибудь данные. Например, там. Условно name. Ну и так далее. И в виде у нас были бы доступны две переменные. Posts и name. Вот. Но чаще всего, ну мне, по крайней мере, удобнее передавать данные, используя функцию PHP Compact. И здесь мы просто указываем название нашей переменной, которую мы передаем в представление. В вид. Ну и через запятую мы можем указать еще какую-нибудь переменную. Главное, чтобы она была у нас здесь уже объявлена и у нее было какое-то значение. Хорошо. Давайте мы вернемся в views.post.index. И вот здесь вот вверху. Попробуем распечатать переменную posts. Которую мы передали в вид из контроллера. В этой переменной находятся данные. Здесь мы видим сразу же ошибку. Ошибка говорит нам, что таблицы, не найдена таблица в базе данных E2Basic. Мы помним, что база данных называется у нас на самом деле не E2Basic, а E2Mini. У нас есть такая база данных E2Basic. Но мы хотим работать с E2Mini. И там как раз таблица post есть. Происходит такая ошибка по той простой причине, что мы с вами не настроили подключение к базе данных. Вспоминаем, что в папке config у нас содержатся различные конфигурационные файлы. И в частности файлик db.php. Вот он нам и нужен. Здесь настраивается подключение к базе данных. И в частности в хост мы можем указать наименование нашего хоста. Я работаю на OpenServer. По умолчанию здесь Localhost. Если у вас что-то другое, если вы работаете на хостинге, то соответственно здесь укажите нужное наименование хоста. Я оставляю Localhost. У меня именно так. Далее в db.name мы указываем название базы данных. У меня это E2Mini. В юзерней мы указываем имя пользователя на OpenServer по умолчанию root. И в password указываем пароль. На OpenServer это пустая строка. Поэтому все остальное я оставляю без изменений. Теперь если обновить нашу страничку, то мы увидим данные. Вот они. Это массив из 8 объектов. Вот у нас здесь 8 постов я создал. И вот мы получаем 8 объектов. Каждый объект это конкретная запись. Собственно то, что я вам говорил об ActiveRecord. При этом если мы не пропустим второй шаг, вернемся в PostController и немножко настроим наш объект запроса. Например я скажу, что мне нужно не все записи, а мне нужно только, скажем, 4 записи. Для этого я использую метод limit и указываю количество записей, которое мне нужно. Теперь у меня будет здесь сайс не 8, а 4. И я получу ровно 4 записи. Но пока что давайте все. Хорошо. Записи мы получили. На этом пока что мы с вами остановимся. И в следующем уроке мы начнем их выводить. Если урок вам понравился, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий. И до новых встреч. В следующем уроке мы с вами продолжаем.